Три года назад у них было 12 коз. Теперь их количество выросло до 60. Каждый год они перерабатывают 18 тонн молока. Они единственные жители деревни. Вокруг никого. Помощи просить не у кого. Как они живут, воспитывая при этом двоих детей, узнаем сегодня. Бог в помощь! Благодарю! Здравствуйте! Здравствуйте! Я Вася! Руслан! Очень приятно! Взаимно! Руслан, три года назад вы переехали сюда. Да, жена, 12 коз. И двое детей. И двое детей. Сейчас уже, спустя три года, 36 дойных коз. 24 дойные? Ага. 36 это основной состав, то есть коз. Да. И плюс молодняк 24 головы. Еще 24 головы сверху. Это суммарно уже что, около 60? 60, 60, 60, 62. Ну, с молодняком я точно сейчас даже не скажу. Я так запутался в них. Может случиться так, что мы сейчас зайдем, и их стало чуть больше. Да, да, да. Не исключено, да. Хорошо. 30 видов сыров вы производите? Более 30 видов. Давайте еще немного цифр тогда. Сколько молока, ну вот так, чтобы мы со зрителями могли пощупать, потрогать. У вас обрабатывается, как правильно сказать, я просто не знаю, обрабатывается. Перерабатывается. Перерабатывается ежемесячно сколько? Ежемесячно, вот от наших 24 коз, вот те, которые у нас сейчас дойны, активно в активной дойке, по около полторы тонны. В месяц? В месяц. То есть в год около 18 тонн. Ну, наверное, что-то в этом роде, если честно, я никогда не задумывался об этом. Мы просто работаем и работаем, но то, что за месяц мы перерабатываем это, это да. И это вы только в самом пути, в начале. В самом начале, да. Страшно представить, что будет дальше. Все будет здорово. Все будет просто замечательно. Лично мне очень сложно представить жизнь без выходных и отпуска. У коз нет кнопки стоп или пауза. Коза, как и любая другая домашняя скотина, хочет есть каждый день. Молоко дает каждый день. А стало быть, за всем этим нужно следить. Пока коза очень мило развязывает шнурки у меня на правой ноге. 24 дойных козы. Кто занимается дойкой? Жена? Я. Я сам выдаиваю коз, вручную выдаиваю. То есть, если зимой, например, мы покрываем коз, мы не покрываем коз сразу всех. Мы покрываем коз в два этапа, для того, чтобы было круглый год молоко. И вот сейчас, например, почему я говорю полторы тонны, потому что сейчас у нас активный пик локтации, и все козы в работе. То есть, они окатились, а остальная часть еще не покрылась. А почему козы окатились, а не окозились? Ну, потому что я не знаю. Потому что у них, наверное, окот, а не окос. А, все, я думал, это как-то с котами связано. Хорошо, да? Да. Вот. И получается так, что, например, если зимой будет в работе где-то, ну, порядка, там, 10-15 коз, да? Это занимает около двух часов подойки. Сейчас я для подойки выставиваю восьмичасовую рабочую смену. То есть, четыре часа утром, четыре часа вечером. И так каждый день, а правильно? И так каждый день, без выходных, без праздников, без ничего. Тридцать, тридцать шестьдесят пять дней в год? Да, вручную. Каждый раз, когда кто-то принимает решение переехать из города в деревню, его окружение делится на тех, кто поддерживает и помогает, и тех, кто осуждает. В жизни нашего героя тех, кто осуждает и мешает, было больше. Это была целая история. Все восприняли наш выбор в штыки. Не было ни одного слова, которое скажет, что... Ой, ребята, молодцы, хотя бы доброе слово. Не было такого, не было ничего такого. Но я не виню их. Они не то, чтобы умышленно это делали. Это люди, которые воспитаны, выросли, воспитаны в Советском Союзе. У них должно быть так. Ты родился, закончил школу, получил какое-то профессиональное техническое образование и должен пойти на работу. Работать с восьми до шести, уйти на пенсию, а потом на пенсии ковыряться на даче. То есть, ну, вот так вот. И мы первые, кто, можно сказать, решились на такой шаг. Да, а это не воспринималось. Создавались такие условия, в которых было очень сложно. Очень сложно. Но я очень благодарен им за это. Они помогли нам стать сильнее. Мы жили, принимали решения и боролись со своими, как говорится, проблемами, которые возникали у нас. Не без оглядки, не оглядываясь ни на кого. Что, ну, давай подождем, может, нам кто-нибудь поможет. Нет, сами принимали решения. Сами отвечали за свои, как говорится, косяки. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Не будем о грустном. Предлагаю познакомиться с хозяйством Руслана. Ох ты, и коты, и козы. Ну, и это, я так понимаю, уже такое сердце. Здесь все дойные. Основной состав. Основной состав. Да, тут дойные и с молодняком, который в этом году будет покрываться. Уже козы, которым больше года, мы обычно покрываем где-то год и два, полтора года. Это какие-то породистые козы? Что это за козы? У нас все метисы, они мешанные породы. Тут у нас есть и тагенбургская, зооненская, альпийская. Ну, бичка одна есть. Есть тагенбургка одна, вон, стоит с одним рогом. Ага, однорогая. Прямо единорог. Единорог. Но это мы обезроживаем. И поэтому получилось так, один рог отпал, второй рог еще не отпал. Поэтому она сейчас у нас единорогая. А почему породистыми какими-нибудь не занимаетесь? Почему все метисы? Ну, вы знаете, потому что на самом деле сложно. Слишком много внимания уделять им приходится. И поэтому не соизмеримые затраты по времени для той козы. А в чем, ну хорошо, в чем разница? Вот метис, грубо говоря, дворняга, я не обижусь, если так скажу. Да нет, 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 конечно. Условно, дворняга и вот какая-то породистая коза. А в чем разница? Разница в том, что у дворняги будет крепче здоровье, сильнее иммунитет. Она возьмет с разных пород самое лучшее. И у нее будет, например, если возьмем зооненские козы, у них низкая жирность, высокая молочность. Возьмем альпийку, у нее жирность повыше, молочность чуть поменьше. Ну и в каждом свои нюансы. А если зооненку покрыть, например, тем же убийцем, и у потомства уже потом у нее будет идти с хорошей молочностью и с более высокой жирностью. Если ненадолго отвлечься от коз и сравнить все то, что рассказал Руслан с, например, дворовыми котами или собаками, то становится понятно, что не только непородистые козы обладают более крепким здоровьем. Чем породистей коза, тем больше вопросов и нюансов по здоровью. Мы только приехали сюда, а у меня теща сразу сказала, говорит, иди устраивайся на работу. Она говорит, иди устраивайся хоть куда, хоть в колхоз, строй бригаду. Я говорю, ну, если батюшка благословит, поеду. А мы тогда приезжали, мы только переехали, тот батюшка особо нас и не знал. А мы приехали в Сухополь, есть Сухополь такая деревенька, вот недалеко от Белого леска, там отец Виталий. Ну, все, мы приехали на службу, я стоял, стояли в службу, я пошел, поисповедовался, причастился. Потом подхожу к батюшке, говорю, батюшка, благослови и устроиться на работу. Он такой, в смысле на работу, на какую? Я говорю, ну, я не знаю, на какую, там, в лесничество, в колхоз, да куда-нибудь. Он такой посмотрел на меня, говорит, нет тебе благословения на работу устраиваться? Я говорю, нет и нет. Ну, все, говорю, благодарю. Он такой, а зачем тебе на работу устраиваться? Я говорю, ну как, ну, деньги, зачем тебе деньги-то? Я говорю, ну как, ну, чтобы какой-то продукт, кусок хлеба купить. Ну, вот, там, я не знаю, там, на службу доехать, чтобы было за что-то. Жена беременная, Машу носила, беременная была. Я говорю, ну, вот как-то так. Ну, он говорит, на это будут тебе деньги, не переживай. Все, и подошел потом ко мне дьякон, говорит, там, у меня папа сбивает лотки для хлеба. Вот, на то время один лоток сбит, стоило тысячи рублей. Ну, это был где-то 2014 год. Я ездил на велосипеде, утром поднимался, пылил в одну сторону, там, 15 километров на велосипеде, 8 часов сбивал эти лотки, вот, и возвращался обратно, помогал супруге там по дому. Теща была счастлива? Нет, я же не устроился на работу. Ох уж эти тещи. Хотя, с другой стороны, если бы теща не пинала Руслана, может, и не было бы всего этого. Сложно было вообще получить эту землю? Как шли навстречу, не шли навстречу, как вообще обрадовались тому, что вы здесь появились? Мы сначала приехали сюда. Я задал вопрос. Мы занимаемся личным подсумным хозяйством, нам нужна земля. Ну, что нам сказали? Ну, вы тут пропишите сначала, а потом будем думать. Хорошо, мы прописались. Потом нам сказали, ну, нужно, чтобы вы что-то здесь навели порядок у себя. Да, потом будем думать. Мы навели порядок у себя. Дальше я задал вопрос. Потом мне сказали, ну, наверное, ничего не получится, потому что тут кто-то есть люди, которые владеют этими участками. И, ну, не знаю, не получится, наверное. Я говорю, как не получится, как же указы президента. Ну, что-то у них не получается, я не знаю почему. Ну, мнения не отчитываются. Прошел год, я позвонил первому заму пружинского райисполкома. Она приехала сюда, приехал председатель колхоза, приехал председатель сельского совета. Они долго думали-думали, рядили-рядили, после чего она сказала, нужно помочь, потому что это престиж района. Ага. И уехали. И так вот на год. Через пару месяцев приехал председатель сельского совета, сказал, наверное, ничего не получится. Я говорю, почему? Ну, не получается. Я говорю, тогда буду обращаться к тому, у кого получается. Ну, подожди, может, к Новому году все решится. Я думаю, решится. Прошел Новый год. Ну, вот потеплеет все решится. Прошел год с того момента. Как все решится? Да. Я позвонил на прямой звонок председателю райисполкома. Говорю, такая ситуация. Мы занимаемся подсобным хозяйством, мы готовим продукцию. Да-да, мы всегда помогаем. Мы идем навстречу людям с удовольствием. Все хорошо. Приехали сюда, пообщались. Приехали два председателя колхоза. Приехал председатель сельского совета, председатель райисполкома. Ну, походили, походили. Председатель райисполкома сказал выделить землю под ЛПХ. Все сказали, да, хорошо, здорово. Через неделю ко мне приехали и сказали, наверное, ничего не получится. В итоге я позвонил уже в приемную и сказал, что у вас вообще там ничего не получается. На что мне сказали, подождите, мы решим. В понедельник, это было буквально пятница, в понедельник перезвонил земельник и сказал, мы дадим вам, мы не дадим вам под ЛПХ, мы дадим вам в аренду под овощеводство и эту землю под выпас и заготовку кормов. Но в аренду на 10 лет. Чтобы вы понимали, получить землю под ЛПХ, то есть личное подсобное хозяйство, так и не получилось. Может, после выхода программы ситуация изменится в лучшую сторону. Супруга моя, Татьяна. Я Вася. Очень приятно. А это вот детки наши. Лука, иди сюда, Стеснялкин. Иди сюда, дорогой. Слушайте, но мы как только пришли, козы сразу, понятное дело, здесь же и операторы, да, и все поушли на дальний кордон, что называется. Руслан говорит, сейчас я приведу Татьяну. Нужно, да, они ее слушаются на выпасе, это все, она тут рулит. Они меня не слушаются совершенно, будут бегать. Но когда приходят уже во двор, все, она уже снимает свои полномочия, и там уже они, да, они уже слушают только меня. Все. Просто, чтобы вы понимали, козы были, условно, в километре, где-то там, в районе леса. Таня вышла из дома, сходила в лес и привезла, привела сюда коз. Потрясающе. Да, вот так вот. В одном фантастическом сериале был персонаж, матерь драконов. Она умела ими управлять. Татьяна, получается, матерь коз. Потому что сколько бы мы с Русланом не пытались убедить их следовать за нами, ничего не получалось. Бывают такие моменты, когда доброе слово важнее денег. Но вот в этом году к нам приехали в гости в январе, как раз после крещения. Приехали в гости люди, которые, они живут в Бресте. Они покупают у нас в Бресте на рынке, покупают у нас сыр. В течение двух лет уже, да. Мы так разговаривали вообще ни о чем. Ну, как дела, как туда-сюда в процессе там, да. Вот. Ну, и там этот парень сейчас задавал вопрос. Ну, а как, что? Ну, я ему рассказываю, вот, как вам рассказывают, сколько ты дольшь. Я говорю, ну, вот, по три с половиной часа. А руки болят. Я говорю, ну, болят, а что поделать? Когда нас это останавливало? Ну, вот. Ну, и вот получилось так, что они приехали с супругой, погостили у нас. И уже уезжая, он пришел, говорит, я вот хочу, вижу, как вы стараетесь. Вижу всю вашу работу. Вижу, что вы не стоите на месте. И огонь в глазах для того, чтобы все это развилось, чтобы это делать больше, лучше. У вас нет такого, чтобы вы встали и на одном месте стояли. Вы всегда старайтесь, я это вижу. И я хочу вам помочь сделать еще один шаг, рывок для того, чтобы вам было легче. Потому что раньше, например, если супруга обрабатывала в день по 40-50 литров молока, это считать, 10 часов она уставила у плиты для того, чтобы переработать это молоко. И он нам дал деньги на приобретение сыроварней. Мы купили сыроварню 30-литровую. То есть нам это было очень хорошо, потому что сейчас на данном этапе переработка этого сыра, это просто утром часа 2,5-3 и вечером часа 2,5-3. То есть это просто, это не без напряга. Была просто безвозмездная помощь. Да, да, он просто дал деньги. И купили доильню, очень хорошую доильню на 4 козе навременного доения. Но еще пока ее не восстановили, потому что нужно сделать еще какие-то работы. Но все равно, в любом случае, когда она стоит у тебя, и ты вот-вот готов ее запустить, это уже радует. Вот такая вот помощь была, да, это очень здорово на самом деле. Пришло время и мне немного помочь по хозяйству. Ответственный момент. Татьяна поручила мне покормить молодняк. Честно признаюсь, я думал, что будет легко, но не тут-то было. Ваша мама пришла, молочка принесла. Так, Татьяна, у нас святая миссия. Мы будем кормить молодняк, я правильно понимаю? Так точно. Так точно. У нас всего сколько? У нас две бутылки, это на всех? Ну, пробуйте. А что, а я если сейчас же поднесу, они же все набегут, правильно? Ну, наверное. Да? Они просто не ожидают, поэтому я даже не знаю. А я присяду. Можно? Пожалуйста. Как-то с ними наравне быть. Сыночка. Котел с козлятами. Они просто... Ага, я понял. Это вот так все будет, да? Да-да-да. Они просто не ожидали, что так... Тихо, тихо. Такое внимание. Видите себя как люди. Вот, пожалуйста. Так. С третьего раза. Можно кормить, да? А я думал, что с ними делать. Ну да. Иди зайка. Татьяна, давайте так. А не ожидать. Одна бутылочка у вас. Я буду смотреть на образец, как это должно выглядеть. Кто идет? Держи. А, у вас так же получается, я вижу, да? А, получилось. Ну-ка, рот давай сюда. О, все знаете, на что похоже? Когда вот утром 1 января ты принес кому-то минералку. Вот это выглядит приблизительно дальше. Они просто не ожидали. У них еще не время. Почему они пытаются есть с моего мизинца? Это нормально? Ну, они думают, что должно обязательно где-то протечь. Да, они еще можно вкусить. Да, это нормально. Можно вкусать. Очень хорошо. Я уже забыл, кого я кормил, кого нет. Ну, по крайней мере, из бутылки. Когда мне сказали, будешь кормить молодняк, я думал, что это будет просто. Ну, я как мамочка приду, меня все ждут, встанут в очередь в какую-то. А здесь нет. Здесь анархия, здесь хаос, никакого порядка нет. Как вообще у вас здесь обязанности распределены? Вот что точно за Русланом, что точно за вами? Ну, вопрос очень такой сложный. Поэтому я специально его задал не Руслану, а вам. Ну, супруг, во-первых, доит коз. Так. Ну, в принципе, и все. Все остальное на мне. Как на хозяйке. Хорошо, а все остальное? Это козлята, козы, дом, дети. Как обычно, в общем-то. Так, сыры. Ну, и все. То есть он три часа подоил утром? Ну, три часа утром, три часа вечером, уже шесть часов. А между этими тремя часами он на диване с газетой? Ну, не совсем. Тут... Это деревня. В деревне ни газеты, ни диваны. Козлята покормлены. Не все молоком, некоторые моими пальцами. Но Татьяна успокоила меня и сказала, что это нормально. Оказывается, то, чем я занимался, это было угощение. И с этой задачей я справился на все сто. В каком состоянии эта деревня вообще сейчас? Насколько она заселена, насколько она жива или, скорее, нежива? Ну, то, что она нежива, уже не скажешь. На данное время официально постоянно проживаем только мы. Больше никого нет. Сколько домов? Вообще так, всего? 20-30? Да, какие 30, что ты? Около... до десятка. До десятка домов. И живете только вы? Да, да, да. Ну, все остальные, как говорится, кого уже нет, от тех далече. Ну, заросло все. То есть, уже заросло плотно. Есть соседи приезжают, как дачники. Соседи наши приезжают. Там еще, там вроде купили ребята с пружан, там молодая семья, там домик один. Но это больше дачи, да? Да, все, все дачи. Никого нет, чтобы на постоянное проживание. Нет уже никого. Вот сюда тоже приезжают люди на дачу. А как вообще с соседями дачниками из-за кос? Нет вопросов? Да нет. Те, которые не было. Так особо не было. Был там один нюанс. Ну, этот нюанс самоликвидировался в процессе. Надеюсь, ты к этому не причастен. Не-не-не, жив-здоров. Жив-здоров, все нормально. Я вообще такой человек миролюбивый. О том, почему деревня переживает не лучшие свои годы, мы поговорим чуть позже. А вот о вкладе Руслана и Татьяны в развитие конкретно этой деревни расскажем прямо сейчас. У нас просто здесь деревня, да, есть несколько таких участков. Вот, например, вот такой вот участок, да. Я вот с хозяевами разговариваю. Дом, ну, там никто не живет уже. Но с хозяевами разговаривал, они готовы продать его, ну, уступить его нам. И я вот, если честно, мы хотим сделать этот домик не как бизнес-проект отреставрировать, а как сделать гостевой домик. То есть приехали люди, вот им интересно, да, природа классная, все хорошо, птичек послушать. И вот они там просто будут жить, там переночуют одну ночь. Вот ради такого, чтобы даже с детьми приехали, чтобы могли. Тут у нас место грибы, ягоды, уйма всего. Ну, ради этого даже. То есть это 20-30 метров от твоего дома, получается? Да, да, да. Сделать какую-нибудь небольшую детскую площадочку. Для тех, кто приезжает. А зачем люди приезжают вообще? Люди приезжают, ну, им интересно, им хочется отдохнуть. Очень много людей приезжают, потому что даже некоторые говорят, что здесь у вас хорошо, здесь можно отдохнуть морально. То есть здесь природа. Это не парк. Тут все по-настоящему. Тут можно выйти и прогуляться, и увидеть косулю, увидеть того же оленя. Ну, без всяких этих движений. Я понимаю, что городские приезжают. Городские, да. Брест, Минск, Гомель, Гродно. Они приезжают и говорят, здесь у вас здорово. Возвращаемся к разговору о том, почему в этой деревне никто, кроме наших героев, не живет. Слушай, а почему так получается? Почему из 10 домов живете теперь только вы? Я просто скажу так, что для того, чтобы жить в деревне, да, это нужно произвести переоценку ценностей. Просто, ну, люди отвыкли, может, где-то. Нет, я не скажу, что люди бездельники. Я не скажу. Но я скажу честно, если бы моя бабушка, я ей сказал когда-то тогда, что в деревне Сильпо будут продавать яйца сало, она бы, наверное, меня не поняла, да. Ну, как-то так. Это тяжелый труд, это тяжелый труд. Когда ты приезжаешь в деревню жить, одно дело, когда ты пенсионер, да. Ну, это уже не жилец, это дачник. Да. Ну, а когда ты приезжаешь жить в деревню, с учетом того, что работы такой нет, чтобы куда-то устроиться, да. Это небольшой агрогородок, где ты можешь устроить жилье. А это деревня. Это ты работаешь 365 дней в году. 7 дней в неделю 24 часа. То есть не нормированный рабочий день. Нет ни выходных, ни праздников. Никому это не интересно. Если ты готов пойти на это, вопросов нет, ты будешь жить. Ты найдешь способ, найдешь, что делать. Самое главное для, я всем говорю, для хорошей, для жизни в деревне, для вот всего этого, да, нужно иметь две вещи. Чистоту помыслов и твердость намерения. Дети наших героев, несмотря на возраст, принимают активное участие в жизни фермы. Как декоративное, так и прикладное. Это эксклюзивный дизайн, да. То есть мы полностью доверяем нашим отделочникам. Как это было? Вы вынесли на улицу мелки с женой, поставили и сказали, делайте. Или это произошло уже без вашего ведома? Нет, к нам дети подбежали, сказали, к супруге, говорит, мама, а можно мы порисуем? Ну, рисуйте. И пошло. Началось с улицы. Потом приехали к нам гости. Почему-то подарили мелки, такие восковые для рисования на стенах. И они занялись дизайном внутренней отделки. А какую роль, какую функцию здесь дети, как они помогают? У них, может, уже даже есть какие-то обязанности мелкие? Конечно, конечно, они помогают. Мы не запрещаем это. Наоборот, у ребенка должно формироваться вот это стремление к труду, к физическому труду. Что-то делать, что-то придумывать. Это развивает ребенка. А если, говорит, не трогай, это нельзя, он берет топорик, просит маленький топорик, я там пойду порублю. Я говорю, только не один, либо под моим присмотром, либо Маша, чтобы рядом было. И аккуратненько. Ребенок должен учиться быть аккуратным и осторожным. То есть, ну, оно, конечно, в пределы разума, не то, что кинул и пошел. Нет, то есть, под контролем. Но у них огромное стремление помогать. Козочек прикармливают, помогают. По утрам мы кормим всех. Они помогают нам кормить и молодых, и все. То есть, непосредственно дети очень хорошо помогают нам. Наш день подходит к концу, и завершим мы его не запраздными разговорами, а совмещая приятное с полезным. Замечательная семья, целеустремленная, классное, правильное дело делаете. Единственная семья, которая из 10 домов живет здесь, в деревне. Но, как и у любого дела, наверняка есть какие-то пока еще слабые места, нехватки, чего-то недостает, чего-то хотелось бы, чтобы изменилось в лучшую сторону. Вот сейчас как раз то самое место и то самое время, чтобы об этом сказать. Вы знаете, да, на самом деле было очень много сделано, очень много пройдено. И мы как раз дошли до такой степени, что нам нужно в данном моменте только развитие. Именно нужна помощь в развитии. Нам нужна помощь в том, чтобы построить хороший козовник, правильный, сделать хорошую сыроварню, с возможностью хранения для созревания сыров. То есть, я правильно понимаю, нужны А. Деньги, Б. Консультация. Консультация, да, и помощь. Именно вот помощь государству в разных вопросах. Ну что ж, я тогда надеюсь, и мне даже кажется, что я уверен в том, что кто надо и где надо услышит, и что-то в вашей жизни вот так щелкнет и поменяется в лучшую сторону в ближайшем обозримом будущем. Мы будем очень рады. Мы будем очень рады оказаться полезными даже для, ну, как бы это ни звучало пафосно, для нашей страны, чтобы принести хоть какую-то помощь по возможности. Ну, у нас возможности ограничены. Но чем сможем? Мы хотим, чтобы наши люди, наши, я не знаю, дети кушали хорошую, здоровую, вкусную продукцию. Я очень надеюсь, что все у нас получится. Так что... Спасибо вам за этот день. Благодарю его. Спасибо вам большое. Вас благодарим. Спасибо большое. Быть полезными для страны. Ну что еще тут скажешь? Я правда и очень искренне надеюсь, что все у этой замечательной семьи получится, и вопросы, которые все еще никак не могут разрешиться, разрешатся в самое ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова